В эфире седьмого канала меня зовут Игорь Буренко здравствуйте в Одессе женщина задушила свою четырехмесячную дочь она объяснила что после ее рождения чувствовала моральное истощение в день трагедии проснулась с мыслью об убийстве а уже вечером воплотила все в жизнь при помощи обычной подушки отмечу подозреваемую сразу же задержали что вы сделали конкретно подушкой вчера вечеря до полиции звернувся 31-речный одессит и заявил про те что его дружина вбила их дитину на месте подъем негайно выехала слечооперативная группа полиции по прибытию на месте полицейских в квартире заявника выявили тело четырехмесячной девчонки так уж в квартире перебувала дружина заявника начато досудебное расследование матери грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы остановили исковали в наручники одесские патрульные задержали мужчину подозреваемого в убийстве своей матери во время отработки территории города по приметам инспекторы заметили похожего человека на улице академика филатова руки за голову ложимся на живот на сахарова был сегодня задержанным оказался 42-летний мужчина его доставили в отделение полиции и передали следователям ранее он уже был судим сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения следствие продолжается осторожная очередная кибератака в СБУ предупредили о предстоящем массовом взломе цель хакеров госучреждения и частные компании все чтобы расшатать ситуацию в стране для защиты компьютеров эксперты рекомендуют обновить антивирусы заархивировать информацию и ежедневно устанавливать обновление программного обеспечения фаховцы службы безопасности украины получили данные что атака может быть действием с использованием оновлений в том числе загальнодоступного прикладного программного обеспечения механизм ее реализации будет подобным до кибератаки проведенной в червнях 2017 я напомню 27 июня украинские компании банки государственные интернет ресурсы и медиа подверглись крупнейшей кибератаке работа многих предприятий была парализована на целый день создать антикоррупционный суд ограничить депутатскую неприкосновенность и принять новый закон о выборах с открытыми списками такие требования грядущей всеукраинской демократической акции которая пройдет во всех городах украины в киеве же она будет у стен верховной рады существует антикоррупционное бюро это абсолютно уникальный феномен которого не было на постсоветском пространстве нигде но для того чтобы антикоррупционное бюро заканчивал свое расследование для того чтобы оно не было просто дискредитировано отсутствием результата необходимо создать независимый суд где люди которые воруют деньги из бюджета получили приговор организаторы акции призывают присоединиться всех неравнодушных украинцев и выступить за новые реформы уже не один не одне десятилетия мы боремся за смену законодавства в украине и головне мы боремся за смену системы мы все все проукраинские демократичные и политические силы яких хочет жить и в новой не закастенилей державе в столице прошел жар форум эта площадка которая объединяет представителей власти и бизнеса вместе они ищут пути для развития украинской экономики среди участников народные депутаты эксперты разных отраслей и предприниматели какие проблемы обсуждали на форуме и нашли ли для них решение дали в сюжете английская аббревиатура джи а разначает взаимодействие с властью бизнесмены и политики обсуждают насущные проблемы в системе и предлагают свои варианты развития вопрос реинтеграции донбасса который в последнее время все чаще на слуху из-за нового закона тоже не оставили в стороне говорили и о бизнесменах что продолжают работать на границе с восточными областями здесь повлиять на ситуацию может не беларусь которую сложно назвать нейтральной стороной а австрия уверен сергей тарута на форуме обсуждали лоббирование законов по улучшению бизнес климата вопросы инфраструктуры и альтернативной энергетики если во всем мире чистое топливо принесло эволюцию то в украине скорее революцию считает эксперт по энергетике мы не можем например на уровне верховной радость сказать окей альтернатива это наш путь шахтеры скажут как почему мы хотим зарплату мы хотим достойно жить или там скажем атомчики говорят у нас огромная отрасль мы обеспечиваем половину выработки страны электроэнергии мы не хотим закрывать станции мы хотим их модернизировать мы хотим строить новый у нас есть потенциал переход на зеленую энергию однозначно нужный но весьма затратный необходима долгосрочная стратегия аэропортом тоже поддерживает заместитель гендиректора борисполя бизнес больше заинтересован в узаконенных и по правилам определенных джиар позиции для того чтобы был диалог который определен именно правилами они такой спонтанный экспромт каждый ищет возможность донести власти свою позицию нардепы говорят власть слышит бизнес и даже перечислили результаты заболевание экспортов и супруга на 10 лет поднятие втрече вывозного митра на металлогрум забезпечения сербиновой фактической правительства взятие импортного митра на электромобильных энергосервисных акций и экономия миллиарда кубичных матерей в газу на веку такие вещи и остатки, которые сказали нет, это не возможно кроме этого Виктор Голосюк уверен в Кабмине должны проходить еженедельные собрания по проблемам промышленных секторов за полгода это поможет составить дорожную карту развития и сэкономит бюджетные средства на создании отдельных органов по этим вопросам Екатерина Лапицкая, Олеся Повар, Юрий Юрченко, 7 канал в ближайшее время министерство здравоохранения подаст в Кабмин проект относительно создания 9 госпитальных округов в Одесской области об этом сообщил глава ОГА Максим Степанов кроме того, планируется создать единую диспетчерскую скорой помощи В рамках медреформы хотят уделить внимание онкологическим исследованиям несердечно-сосудистым заболеванием так в трех городах Одесской области появятся реперфузионные центры в Балтии уже в декабре откроется первый он послужит филиалом областного сейчас для него готовят персонал и проводят обучение кроме того, откроют специальный центр для больных с почечной недостаточностью строительство моста в Паланке ремонт на отрезке автодороги Одесса-Рене и презентация генерального плана паромного комплекса Орловка инспекционный тур Максима Степанова глава Одесской ОГА проверил инфраструктуру Ренийского района о плюсах и минусах проделанных работ в области расскажет Александр Кац Максим Степанов с инспекции проехал по трассе Одесса-Рене в этом году 139 км автодороги уже сделаны 50 км полностью готовы и на 89 положили нижний слой 139 км – это та часть, которая сделает дорогу Одесса-Рене более-менее проездной в минулом роце сделано было 56 км, в этом – 139 км в ходе ремонта не только обновляют покрытие, но и расширяют некоторые участки отрезок М15 – один из таких здесь делают дополнительную полосу на данный момент уже выполнено более 65% всех работ и если погода нам не помешает, естественно, мы сделаем и сдадим участок для установки сроки автомагистраль общая стоимость ремонтных работ трассы Одесса-Рене составила около 1,8 млрд гривен на 1 октября уже распределено, поступило и распределено 1 млрд 580 млн гривен то есть то, что губернатор сказал, нужно 1 млрд 800 млн гривен практически 80% этих средств уже поступило, уже осваивается глава АГА остался доволен проверкой и заверил, что работы идут по графику до конца листопада, я думаю, что эти работы будут закончены ну, выходя из того, что они не всегда дотримаются своего слова то я думаю, что там начаток грудня, особенно на певне, будет сделано а вот ремонт моста в Паланке Степанова порадовать не сумел предоставим проект и до 16-го листопада мы должны с подрядностью заключить в этот год близко до 40 млн грн додатковых и реально, реально мы с ним побеседовали, что квитень-травень Задержка грозит конфликтом с Молдовой Объездную дорогу на время строительных работ моста провели на арендованной молдавской земле Гвоздь программы – презентация проекта паромного комплекса «Орловка» В 2015 году президенты Украины и Румынии подписали соответствующие документы о строительстве Это будет первый речной переход между странами Паромная переправа облегчит и ускорит пассажирские и грузовые перевозки В этом году мы начали активное строительство этого комплекса В конце весны, по сути дела 31 марта следующего года срок окончания строительных работ паромного комплекса Потом прием комплекса в эксплуатацию Я думаю, что в мае, к середине мая мы уже в состоянии будем сдать его Такой способ пересечения границы с Румынией даст потенциал развития региона Более детально о преимуществах паромной переправы смотрите в эту субботу в итогах недели с Еленой Крылатовой в 20.00 Александр Кац, Алексей Филиппов, 7 канал Угрозы, оскорбления, избиения и покушения Политики, общественники, журналисты и юристы собрались за круглым столом, чтобы обсудить политическую ситуацию и вопрос безопасности в Одессе и области Причиной стали участившиеся случаи не только угроз, но и физической расправы над людьми с активной социально-политической позицией О чем говорили и что решили, участники мероприятия знает Наталья Костенко От журналистов и активистов до политиков и предпринимателей, от угроз до жестоких избиений и даже покушений на жизнь За последние три года в Одессе и области значительно участились случаи давления на людей с активной социально-политической позицией Больше десяти фактов, которые не дошли до суда Избиение журналистов в Одесской области, избиение трех адвокатов в Одесской области Избиение общественных деятелей, известных причем в нашем регионе И даже избиение депутатов Южноукраинский центр этнических и политических исследований ЛАД собрал за одним столом представителей общественных организаций, политических партий и тех, кто непосредственно подвергся давлению в связи со своей социальной и политической позицией Когда на согласительном совете мэр города ко мне лично обратился и назвал меня сердобольным депутатом Я считаю, такого не может быть в таком общении со мной, потому что корректность и моральность поведения мэра с депутатским корпусом, независимо от того, женщина я, либо мужчина, непозволительно в позиции сердобольной ли я Тем более, если речь идет о ситуации, когда депутат вступается за активиста, которого насильно выводят из зала, в котором решаются важные для жизни города вопросы Я представляю интересы одесситов, и когда выбрасываю Диченко из зала, где проходит согласительный совет, потому что он снимает это на камеру мобильного телефона своего, и я попыталась его защитить Это ни в коем образом не говорит о моей сердобольности, это говорит о том, что существует закон Конституции Есть европейская хартия о местном своем управлении, где каждый одессит имеет право принимать участие в публичном управлении Главная задача обсуждения – выработать меры по предотвращению и борьбе со случаями давления на общественность и оппозиционные политические силы Если все-таки удастся достичь консенсуса, то сделать заявление и обращение к руководству страны По поводу абсолютно криминогенной ситуации в Одессе и ситуации, в которой даже политические, общественные деятели, адвокаты, журналисты преследуются и избиваются, и есть угроза их жизни В ближайшее время обращение, подписанное участниками круглого стола, направят в Киев Наталья Костенко, Евгений Руденко, 7 канал Накануне Дня защитника Украины представители АГА встретились с семьями погибших в зоне АТО-воинов Родители, жены и дети героев собрались за общим столом почтить их память Отмечу, глава области Максим Степанов заявил о планах изменения социального обеспечения Каждый месяц они получают 2000 гривен Это просто в моем понимании недопустимо и это нужно изменять Мы разрабатываем сейчас новую программу, которую до конца года, я уверен, что она уже будет сделана Программу разрабатывают совместно с бывшими АТОшниками, чтобы лучше понять их нужды Планируется 100% льгота на оплату коммунальных услуг, бесплатный проезд и еще ряд социальных поддержек Совместное решение областного совета и областной администрации, что все необходимые мероприятия, которые не прописаны в центральном законодательстве будут компенсироваться за счет областного бюджета, за счет местного бюджета Все разработки вынесут на бюджетную сессию Одесского облсовета в декабре Они были на защите целостности и независимости Украины Ко дню казачества и Дню защитников Украины в научной библиотеке открылась книжно-иллюстрированная выставка На стеллажах представили исторические факты о казахах, защитниках родной земли и о их формировании юга Украины Как раз подтверждается факт, что казаки много чего совершили и на певдне Украины И, в частности, их роль в освоении певденной Украины, в завоевании этой территории, в одночасье, можно сказать, в заселенной тоже очень большая Среди слушателей исторической выставки и старшеклассники Главная задача лекторов рассказать про вклад казаков в оборону украинских земель На смену уникальному феномену казачеству пришли добровольцы и военные, которые сейчас отстаивают независимость Украины Дух у нас есть, был и всегда будет. И никто наш дух никогда не сломит Мы не то, что там за какие-то деньги будем страдать, будем страдаться за каждый сантиметр и каждый метр нашей земли Ну а я отмечу, что выставку в читальном зале Одесской национальной научной библиотеки смогут посетить все желающие Ну и на этом у нас пока все. Информационные итоги четверга подводим, как обычно, в...